Значит, вот, это просто, я говорю, а так я получала везде отписки, я показала, к губернатору области обращалась, я вот, они, ущемление, председатель ущемил мои права, говорю, направил в прокуратуру, и все дело замяли там. Вот, вот так. Ну, понятно. Угу. А так она не говорила, какими частями, так сразу и... Нет, нет частями, она сказала. А? Частями! Частями. Да. Угу. Она не говорила, что это. Я просто вот пришла вот недавно только. Ну, понятно. Ну, отдыхай пока, перевари там все это. С 9 часов этот самый, как бы это. Угу. Ну, тебе как-то она, как-то доверие вызвала, да? Ну, да, она вроде бы так сказала, что, ну, раз она работала в суде, вот. Вот, во-первых, вот, она говорит, что они должны, говорит, вас были оповестить, а вот, вот это даже, вот, межевание, говорит, это они провели, даже вас не поставили в известность. Это нарушение закона. Да, не тратьте деньги, Ба. А? Не тратьте деньги. Ну, так Рома говорит, не тратьте деньги. Нам надо, в первую очередь, измерить участок. Вот и все это делать. Если есть там 7,5 соток, и не будем запариваться, и все. Нам не настолько, у нас лишних много денег. Я лучше балкон сделаю, вот. Ладно, мойся, давай, все. А что насчет измерения участка? Вот, ну, я уже уехала, может, он и звонил. Я завтра с утра буду звонить им. Скажу, когда вы можете приехать измерить. Мы очень мало имеем теперь. Да, я же, я же и на офисе сказала, что нам забор перенесли, это, и еще прихватили. Вот, они колью эти железки вбили, трубы, и натянули эту сетку. И что убавили? Тогда, если у нас это, если есть 7,5 соток, значит, я оформляю у председателя, у Сережи, закрываем этот вопрос. Если у нас нет, значит, на офисе я скажу, что отдавайте мне деньги, нафиг, и все, эти 8 тысяч. Вот, и будем, вот, лучше вот это она пробьет, если у нас нету 7,5 сотки, она как раз будет бить, вот, документ представить вот этот. Тогда, ну, и то, чтобы у нас было конкретно 7. Да, 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 да. Пусть откуда угодно председатель берет. Пусть разжается. Да, она посмотрела корректуру его и мои документы. У меня, говорю, есть постановление, это, эти, границы и, этот, свидетельство на право собственности. Вот, она ей сказала, что вы нанимали ваши документы, там не показали. Поэтому у вас и решили вопрос в ее пользу. Ваши документы не были представлены суду. Они у вас взяли, но они там им не воспользовались, не стали. Это не в их, как говорится, это было. Да, не в их пользу это было. Они, может быть, с председателя получили больше денег. И все. Потому что, он, говорит, он подходил в суде и спрашивал, что Антонина Ивановна будет подавать еще в федеральный суд. Она говорит, я не знаю. Вот она сейчас, просто, говорит, время-то не так много. Вот. И потом, говорит, она может на продажу выставить участок. Говорит, тогда будет уже сложнее, говорит. А вот тебе надо было ей сказать, вот кто приходил, я бы обязательно сказала, что, вы знаете, этот, спор идет с этим участком. И все. Судебные идут эти тяжбы. Вот. Забор снесен, и все, и все дело еще в суде разбирается. И все, они бы сразу ушли. И все только так, надо их отшивать, чтобы ей не продать. Не успеть продать. Вот. Ну, она сказала, даже если будет продан, здесь, говорит, все равно, говорит, это, ну, документы, как говорится, это все будет нарушено. Нарушение будет даже. Никто не будет ездить. Вот. Смотри туда. Да. Я и Ромке сказала, говорю, надо было сказать, что этот участок, этот, спорный вопрос идет судебный, все, суды, и все, они бы сразу ушли. Нам этого еще не хватало, тут судами завязываться. На, это поговорим. Ну, скажи, натертый ботинком или нет. Алло. Алло, ну, что, как там дела-то? Да. Хорошо. Хорошо, носки-то выстирал, нет? Нет, еще. Ну, давай, выстирай, не забудьте. Сегодня в Грязно ходил? Да. Мы долго 105-й ждали уезжать от этого. Ну, понятно. Ну, в общем, мне Фаберлик уже прислал эту самую, как ее... И что, завтра? Да, 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 так что завтра это самое, как я закончу работать, я тебе взял, но подъедешь на академическую. Хорошо. Подъедешь на академическую, мы там сверну с тобой оплатим. Пройдем. А скажи, завтра привезут что? Не ори. Эйвен и... Да. Арифлейм? Да. Какая там сумма, Арифлейм? Сумма. 500 рублей будет добавить? 500 рублей вы добавишь? 500? Ну, я посмотрю. И будет без дачи там. Там 500 рублей не хватает. Угу. Слышишь, да? Да. Брала у меня, нет? Да, я слышала. Ну, а что ты делаешь? Ифа Берлик, мы с тобой получим. Это самое. И домой поедем. Вот. Эйвен привезут, Арифлейм, что-то не озванили пока. А, ты подожди, ты ей скажешь, что завтра привезут Эйвен, платить ничего не надо. Платить ничего не надо. Арифлейм, я сказала, когда. Арифлейм. Когда привезут Арифлейм? Арифлейм, говори сразу. Эйвен, Эйвен. Завтра, Эйвен, мне надо будет сдать там один этот пакет. Да, да. Вот. Эйвен, Арифлейм не звонили чего-то. Да? Ну, всё тогда. Всё. Не читал? Мне будто трое в Индии, да? Нет ещё. Угу. Ну, что делаешь? Просто сижу. Угу. Ну, понятно. А я до 9 часов работала. Угу. Принимала. Понятно. Ну, что тут приехала? Мы зашли в спар, Рома, скажи. Зашли в спар, купили кое-что. Да. Ну, вот. Чего? В спар мы зашли. Угу. Ну, понятно. Ну, в общем, а я это самое, вот, заработаю, это самое, пошла вот на маршрутку, приехала, Таньке позвонила, она мне смс-ку сбросила, что это, надо там ещё заказать. Ну, вот, и я вот, я сейчас позвонила, пока грелась, да, наверное, сейчас вот хочу поесть. Лопай. Лопай. Вот. По каналу культуры, вообще, очень хорошие будут фильмы в сентябре, и с этим Брэдом Питтом, там, с многими хорошими артистами. Угу. Я ничего не смотрела, не досмотрела. Я не спросила у неё. Да. Она сказала, что вроде как завтра меня ждёт уже. Мамань, да я выдумывала, не надо. Нам нужно, в первую очередь, промерить участок. Промерить участок. Зачем нам вваливать? Потом эта нервотрёпка будет ещё тянуться, эти суды. Я не пойду по судам, мне насрать на эту дачу. Если бы я знала, что так получится, даже пусть бы сруб стоял, я бы бросила эту дачу, и не мучилась ни сама, ни деда бы не мучила. В Волгоград бы ездили, отдыхали. Вон Шевцова всё бросила, и ничего страшного. И я бы так же бросила. И ничего бы сказала, ничего не надо ни раскапывать, ни строить, ничего не надо. Всё. Больше не ездим туда, и всё. А так я загубила ему жизнь и сама получила инвалидность. Как дураки бегали, так каждый день ездили туда. Раскорчуем обратно домой. Фу! Поэтому и обидно-то, что отдавать-то теперь этим швалачам всем. Все, блядь, приехали позднее нас. И всё уже хватили. Вот.